Говорит и показывает Минск Денис Владимирович, приветствую вас Итак, первые вопросы, которые задают минчане, гости столицы Что произошло и из-за чего произошло? Здравствуйте, ну, как вы сказали, уже с 2 до 3 часов ночи случилось это чрезвычайное происшествие Наши службы уже в начале 4-го были на месте Мы уже принимали решение Обвалилась пешеходная часть этого мостового сооружения Самое мостовое сооружение было построено в далеком 1962 году Капитальный ремонт был в 2004 году и в 2017 В 2017 это был такой косметический ремонт Делали перильную часть Основные балки конструкции затронуты не были Поэтому что произошло, как произошло и почему Сейчас на месте работает Дорожный институт научно-исследовательский Работает следственный комитет И мы демонтируем то, что сейчас обвалилось Нам неделю-неделю дали на демонтаж всего путепровода И я думаю, что через несколько месяцев мы уже поедем по новому путепроводу Принято решение ввести параллельное проектирование и строительство нового путепровода Для того, чтобы ускорить? Для того, чтобы ускорить, совершенно верно Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в трехсменном режиме Денис Владимирович, ну вы сказали путепроводу или мосту 60 лет Понятно, что советские технологии возведения подобных путепроводов Давно и морально, и физически устарели Они не были рассчитаны на такую транспортную нагрузку Которая сейчас есть в центральной части мегаполиса Плюс это ведь не первый случай, когда вызывают вопросы наши мосты и путепроводы по всей республике Тогда было дано поручение президента обследовать все подобные сооружения Которые насчитывают 30, 40 и более лет непрерывной эксплуатации Эксплуатировался ли этот мост в соответствии с нормами? И экспертиза была проведена? Вы знали, в каком состоянии этот мост? В 2021 году было получено техническое заключение По поводу несущей конструкции всего этого путепровода И было написано, что мост находится в нормальном эксплуатационном состоянии Основные, скажем так, причины разрушения таких конструкций Вот вы, как опытный дорожник Уже сказали о том, что да, там рядом метро И это постоянная вибрация колебания Мы сталкивались с этим, кстати, на площади Победы Когда монумент Победы постоянно нуждается в таком экспресс-обслуживании Плюс переходы через ноль Дорожники, ваши коллеги, часто говорят, что это самая серьезная нагрузка на железобетонные конструкции Основными причинами этого всего разрушения Не только этого путепровода, но и всех предыдущих Это, конечно же, устарение тех конструкций, которые там сегодня Балочные, ригельные системы Поэтому все мосты и путепроводы в городе Минске, их около 110 Они все проверены, на все есть технические заключения Есть мосты, которые нуждаются в капитальном ремонте Есть мосты, которые, путепроводы, которые нуждаются в текущем ремонте За всем за этим мы следим Ну, так вот получилось, и что получилось, в этом разбираются Не только мы, как дорожники-мостовики Не только научно-исследовательский институт, но и Следственный комитет Сейчас по социальным сетям и телеграм-каналам гуляют фейки о том, что Чуть ли не лично президент Беларуси запретил вам, дорожникам Проводить нормальное обследование этого моста и проводить там ремонтные работы Понимаю, что звучит глупо и безумно, но все же отреагируете Нет, ну как-то я такой первый раз слышу Сегодня даже не было времени залазить в интернет в эти сплетни Каждому инженерному сооружению города Минска уделяется немало времени И немало средств, чтобы они эксплуатировались в нормальном техническом состоянии Насколько сложные работы, вот объем их работ Понятно, что это центр города И сложно будет использовать такую габаритную дорожную технику Насколько это все сложно? Я думаю, что это не сложно, но будут, конечно, большие проблемы с движением С перекрытием движения На несколько месяцев мы застопорим центральную часть города Минска Будет выбрана организация заказчик, подрядчик Они, я думаю, сегодня даже уже определятся Параллельное строительство и проектирование Несколько месяцев и будет новый путепровод Заместитель председателя горосполкома Александр Дорохович сказал, что в связи с ремонтными работами восстановителями на этом участке Откладывается ремонт путепровода на Жуково В связи с тем, чтобы действительно центр города совершенно не стал Очень сложно объехать Немигу, каждый автолюбитель это прекрасно понимает Скорее всего это будет так, но на самом Жуково тоже необходимо Уделить важное внимание этому путепроводу А в каком там состоянии? И вообще, как бы вы оценили аналогичные постройки? Постоянно их эксплуатируют? Ну их постоянно эксплуатируют Тот же самый путепровод на Жуково Еще терпимо Эксплуатировать еще можно, но под капитальный ремонт Он уже попадает Что ж, пожелаем вам удачи Напомню, что специальный эксклюзивный эфир У нас в гостях Денис Владимирович Глинский Генеральный директор Горием Автодора Спасибо и быстрого, скорейшего вам Завершения этих важных работ Этого ждет весь город и все минчане Спасибо и приносим свои извинения Говорит и показывает Минск